Тренировки Милана Я очень ему благодарен за это. Благодарен не потому, что почерпнул что-то новое для себя. Нет. Благодарен потому, что подтвердились мои самые страшные догадки относительно технологии современного тренировочного процесса. Зашел по ссылке, оставленной Алексеем, и прослезился. Я, если честно, был в шоке. Когда видишь убогость тренировочного процесса команды второй лиги Белоруссии или Украины, то принимаешь это как должное. Но! Когда видишь подобное на уровне топ-клуба европейского уровня, понимаешь, что мировой футбол переживает серьезный кризис. Прошло время, когда можно было далеко уехать на талантах той или иной звезды. Настало время, когда необходимо показывать командную игру, причем с высокими командными кондициями. Некоторые тренеры этого уже не понимают. Большинство же до сих пор уповает на потенциал того или иного супердорогого футболиста, на горбе которого эти горе-тренеры пытаются въехать в рай. Не получится. Вернусь к теме. Я прекрасно понимаю, что мне не показывают всю тренировку от начала и до конца. И если бы я предъявил претензии к какому-либо тренеру в плане никудышней организации им тренировочного процесса, то мне бы культурно показали на дверь, сославшись на ограниченность моей информации. И они были бы формально правы. Но! Эти столпы тренерской мысли, эти мессии европейского замеса, даже не подозревают, что по фрагментам можно с успехом, я подчеркиваю, с успехом судить о тренировке в целом. Видимо, скудность фантазии, острый дефицит орудиции не дают им возможность предвидеть подобное. Еще раз спасибо Алексею за ссылку на канал с тренировками Милана. Мне по цимбалам тренировки какого топового клуба просматривать, Челси или Баварии или Барсы, везде будет приблизительно одно и то же. Если бы я ошибался, то и результаты этих клубов разнились бы. А так, мы видим, что от синусоидов в результатах не застрахован никто из них, увы. Теперь конкретнее. Вначале я опишу вам тренировку богом забытой команды типа Газмяс или аутсайдера низшей лиги любого национального чемпионата. Первое. Игроки не спеша, шагом выходят на футбольное поле, рассказывая друг другу анекдоты. Кто-то взял мяч и жонглирует им, кто-то несколько раз ударил поворотом, при этом даже не разминая голеностопы. Кто-то откровенно стоит в кружке и лясы точит. Второе. Наконец-то появляется тренер, который дает свисток, что означает, что нужно приступать к тренеру к разминке. Разминка длится минут 20, причем на разминке делают то, что каждый просто обязан был сделать утром в этот же день. Третье. Затем пришедшая на тренировку футболист разбивается на пятерки, шестерки, четверки и начинает заниматься анонизмом. Гонять мяч в квадратах. Что, я посмело хаять святая святых? Не сомневаюсь, что квадраты для футболистов и команд всех уровней это подобно храму, где молятся. Сверхобязательное занятие, которое по сути мало что дает. Почему мало дает? Потому что психология отбора и паса в формате квадрата такова, что никому ничего не грозит. Еще раз повторяю, никому ничего не грозит. Возможно, кричащие большие и цветные буквы, надеюсь, хоть кого-то заставят задуматься. В реальной игре ощущение дистанции, скорость мышления, уровень стресса, уровень концентрации внимания совсем другие. Зачем себя обманывать? Квадраты отдельная тема, развивать которую здесь не буду. Четвертое. Следующий номер программы это растяжки, прыгание через барьеры, отбегание флажков и прочая фигня, которой можно заниматься где угодно и сколько угодно, но не на тренировке. Тренировочное время на вес золота. Пятый пункт. В завершение содержательной в кавычках тренировки следует что? Футбольчик. Ее сиятельство двухсторонка. Это якобы поддерживает игровой тонус у футболистов и так далее. На самом деле это все придумано для того, чтобы не напрягать мозги тренером и показывать хозяевам, что смотрите, мол, как мы упорно тренируемся. Зачем им моделировать игровые ситуации, например, в связи с ошибками, состоявшиеся на медней игры? Зачем? Это же нужно сушить мозги, просмотреть матч, выявить ошибки каждого игрока и в связи с ними составить игровые упражнения с целью ликвидации этих ошибок. Этим будут заниматься тренеры? Ха-ха-ха. Не поверю. Легче всего свистнуть, давая понять, что двухсторонка началась. Спокойно закурить сигаретку, потом вторую выкурить, по ходу дела пожурив нескольких футболистов. Вот и вся тренировка. Вот и вся идеология современного футбола. Когда я начал просматривать фрагменты тренировок Милана, то с ужасом обнаружил, что они практически ничем не отличаются от тренировок газмяс. Та же болтовня на поле, те же восковые фигуры распиаренных звезд, без признаков какого-либо движения, те же убогие квадраты, та же физика, которой нужно заниматься вне тренировок, та же двухсторонка на полполе или две трети его, признак нафталинового тренерского мышления. Футболисты держатся руками за стопы и сгибают и разгибают колени. Это что, группа здоровья, где в завсегдатах старики, которым за 60? Или это футбольные мастера, больше смахивает на первое, причем с вариантом резкого омоложения, да еще с заоблачными гонорарами? Даже намека нет на доминирование ударного искусства, на овладение искусством синхронного пасса, на контроль за техническими показателями отдельных футболистов. О статистике, о тренировочном релаксе даже речи идти не может. Благодаря нескольким тренировкам я четко понял, что никогда впредь просматривать тренировки даже самых крутых клубов не буду. Это пустая трата времени, а наслаждаться игрой той или иной команды никому не запрещено. Болейте на здоровье, господа, только помните, что вы наслаждаетесь не мастерством футболистов, а их талантами и способностями, что ни одно и то же. Тренировки топ-клубов яркое тому подтверждение. У меня все, господа.